Тане Савичевой было столько же лет, сколько мне теперь. Она могла бы давно уже вырасти, стать учительницей, но навсегда осталась девчонкой. Когда бабушка посылала Таню за керосином, меня не было. И в Румянцевский сад она ходила с другой подружкой. Но я всё про неё знаю. Мне рассказывали. История о горе войны, сопереживаниях и событиях, которые нельзя забывать. В послевоенное время героиня рассказа девочки с Васильевского острова, советского писателя Юрия Яковлева, представляет себя подружкой Тани Савичевой, маленькой жительницы блокадного Ленинграда. В самые суровые дни осады Таня вела дневник, который с ужасом будут читать потомки. В нём пока оставались силы, она писала, как живёт, а последние страницы стали дневником памяти. От голода один за другим умирали члены её семьи. Девочка вписывала в дневник их имена. Раз в деньги или хлеб, маленький кусочек, как лекарство от смерти. Лёгке не хватило лекарства. Этот рассказ, как и произведение Льва Кассили у классной доски, сегодня прозвучал для школьников в рамках международной акции «Читаем детям о войне». 9 лет назад её придумали в Самарской областной детской библиотеке. Теперь в акции участвуют вся Россия и страны ближнего зарубежья. Присоединиться могут все желающие. Главная цель – с помощью книг познакомить ребят с историей Великой Отечественной войны. Во Владимире акцию уже который год проводят на площадках областной библиотеки для детей и молодёжи. В этот раз к ней впервые присоединились и более 10 школ Владимира. Конкретные произведения организаторы выбирали с учётом возраста юных слушателей. Это рассказы для школьников про школу от лица школьников. Ребятам будет так проще, ближе, понятнее. Ну и потому что, например, у классной доски он рассказывает о том, как себя чувствовали школьники во время Великой Отечественной войны. Актриса областного театра «Кукол» Елена Тюрина впервые участвовала в акции. Читать детям книги о войне было особенно ответственно. «Близко, видишь реакцию и, конечно, это по-другому, совсем по-другому. У меня самая большая была проблема в том, чтобы не заплакать, не расплакаться просто, потому что я вчера читала их, думаю, ну всё, надо ещё раз пять прочитать, чтобы завтра не плакать. Но я не могу не реагировать на эти слова». Эти рассказы школьники сегодня услышали впервые. И признаются, что от такого чтения вслух не отказались бы и на уроках в школе. «Это было интересно». «Почему бы тебе понравилось? Как думаешь?» «Потому что там рассказывались о войне и о поступках людей». «Была война, тебя могли убить, могли убить твоих родителей. Нельзя забывать о подвиге, которые совершили наши предки».